Что нужно делать? Послушайте, вы сами себе ответили на вопрос. Что делать, чтобы мошенники меня не обманывали? Не делайте так, чтобы мошенники вас обманывали. Как? Меня не обманывают, я никому ничего не даю. Мне человек пишет, я сделаю для тебя. Пошел в сад. Я сам для себя сделаю. Я знаю, так сегодня один позвонил и говорит, вот я решил для тебя специально. Послушайте, я живу всю свою жизнь, я никому не звоню и не говорю, я хочу. Вот у меня сейчас большой бизнес. Пять компаний, свой завод, есть отели, рестораны и так далее. Я никому не звоню никогда и не говорю, слушай, я специально для тебя решил сделать бизнес, чтобы тебе помочь. Зачем мне это? Скажите. Я хочу это услышать. Зачем мне это? Скажите. Зачем, если я сам умею зарабатывать? Зачем мне кто-то? Вот мне сегодня человек звонит, и первые его слова, Андрей, привет, спасибо, бла-бла-бла. Он говорит, вот я открываю компанию, я ее буду здесь делать, я могу предложить, ты много для меня сделал, из-за этого я тебя хочу взять своим компаньоном, и там вот мы сможем зарабатывать и так далее. Зачем? Ты сам можешь зарабатывать, ты сам можешь открыть, у тебя самого все получится. Зачем тебе я? Я работать не умею, в этом бизнесе я ничего не понимаю. То есть ты согласен работать на меня? Зачем тебе это? Ну, как бы, конец. И человек приходит ко мне и говорит, дайте мне денег, мне очень надо, у меня проблемы. Но я заставлял тебя, чтобы проблемы были? Нет. Ну, тогда почему я их должен решать? Человека заставляют делать вот что. Каждый человек в своей жизни должен сделать вывод. Когда человека занимают деньги и не отдают, он должен признаться перед собой, сказать, я некомпетентен, я создаю впечатление человека, которого можно кидануть, я создаю впечатление человека, которого можно запросто вот так вот обмануть, и он ничего не сделает. Значит, я должен сделать вывод. Какой? Я делаю вывод, что я никогда больше никому не займу. Почему? Мне никто не отдает, и меня все кидают. Буду рассчитывать только на себя. Я такой вывод сделал, слава богу, еще в 15 лет. Я понял, что никто мне не заработает и не даст. Никто никогда не может быть для меня честным компаньоном. У меня был один мой знакомый, его звали Витя, он из Харькова, не знаю, он жив или нет. Он всех кидал всегда. И вот я с ним начал общаться, он говорит, давай со мной бизнесом займемся. Я вот так сижу и говорю, Витя, мы ехали с ним, я его подвозил, он говорит, он пельменями занимался, и говорит мне, Андрей, я вот у человека взял, ну я его кидану, не буду ему даже отдавать. А я говорю, а если он придет к тебе, дам ему в нос. Для меня это было таким шоком и откровением, знаете, я не мог понять, я рос в такой семье, где было по-другому. У нас честность была в семье, знаете, у нас мама нас так воспитывала, говорила все время, не хитрите, будьте честными. Ну как-то так. Наказывали, если кто-то обманывал. Я даже говорил честно оценке, как и у меня всегда. А здесь вот такой вот, для меня это было таким шоком вообще. И я понял, что если бы я стал его, он говорит, а будем вместе, я смогу там заработать, смотри здесь. Я понял, что нет, нет. Почему? Слушайте, если он запросто кидает людей, как я с ним могу быть компаньоном? Вот точно так же меня кидет. Поэтому человек, которого кидает, должен сказать, меня, у меня карма, меня все кидают. Делаю вывод, никому не занимаю. И зарабатываю только сам. А все остальные в сад. Все. И все. И на этом конец. Сделайте вывод. А так получается, вы вывод не делаете, что вас можно кидануть. И вас вновь и вновь кидают. Признайтесь себе, что вы тот человек, у которого на лице написано, что его можно обмануть. Скажите, все. Есть арабский анекдот, знаете, женщину в пустыне все время насиловали, а потом пришел мужчина к ней, и она говорит, послушай, почему все, кто проезжает мимо меня, меня насилуют? Что на мне намазано? И он сказал ей, уважаемая, когда ты следующий раз будешь встречать людей, которые едут тебе навстречу, одевай паранжу, не стой перед ними голой. Точно так же у людей, знаете, сделать вывод, человек говорит, я все время голый, почему меня насилуют? Нужно просто себе сказать, я принципиально не отдаю никому, принципиально не занимаю никому, принципиально почему? Да у меня на лице написано, вот я не занимаю, почему? У меня на лице написано, что нельзя отдавать мне. Почему написано? Да я что знаю? Мне когда-то предлагали работу, работать, сейчас будем улыбаться, предлагали работать в разведке. Да, правда, это была такая история, у меня там есть образование такое, и человек говорит, вот будешь зарабатывать, так далее. Я говорю, зачем? Что во мне такого? Он говорит, у тебя лицо настолько наивного человека, глаза большие, нос большой, на тебя никогда не скажешь, что ты умный, у тебя же офигенная память, ты цифры запоминаешь, языки знаешь, и тебя никто не додумается, что ты умный, вот просто сиди, на тебе видно, что ты вот просто человек, который не интеллектуальный, совершенно, нос большой, глаза вылупленные, говорит, у тебя на лице написано, что у тебя там три извилины, и все, конечно, ну спасибо. Он говорит, ну так и есть, а это же обманчиво, когда внешний вид не соответствует с тем, что есть на самом деле. Он говорит, все, супер. Я понял с того времени, наверное, понял с того времени, что если я создаю такой визуальный образ, то мне сто процентов, и у меня всегда по жизни были люди, видя меня, общаясь со мной, через три часа обязательно говорили, что у них проблема, займи денег. У меня первые ступени были первые, вот такими, люди проходи первые ступени, приходили ко мне через три месяца, и каждый там третий звонил и говорил, вот у меня нечем заплатить там за ребенка, нечем заплатить еще что, дай мне денег Тойко. Я тогда сказал, я сказал такие слова, и я их говорю, я дал обет перед Богом, больше никогда никому не занимать, хочу дать деньги, просто подарю, все, другого не было. Что мне нужно делать, чтобы он встретил Тойко?